Также важны же системы противовоздушной обороны. И насколько нам известно, сейчас речь идет об этих системах НАСАМС. Исправьте меня, если я неправильно назвала их. Говорят, что украинские военные уже проходят обучение на этих ракетных установках. И вот тут вот хотелось бы от вас услышать о преимуществах этой техники и позволит ли она сбивать большее количество ракет, которые летят сейчас на Украину со стороны России и со стороны Беларуси также. Смотрите, система НАСАМС уже предназначена для борьбы с ракетами, как баллистическими, так и крылатыми. То есть это уже элемент противоракетной обороны. Это то, что мы с вами ранее говорили, что у нас есть система ПВО, нет системы ПРО. Так вот, НАСАМС это уже элемент противоракетной обороны. Ну, для, допустим, примера можно сказать, что реакция на появление цели у этой системы полсекунды. Если цель появляется на экране, через полсекунды уже есть данные по этой цели. Через 10 секунд улетает ракета, которая идет на перехват цели в виде самолета или в виде ракеты. Единственное, что НАСАМС, это система ближнего радиуса действия и дальность ее действия 40 километров. Но зато высота ее действия 16 километров. То есть особенно баллистические ракеты, которые летят по математической траектории и поднимаются довольно высоко вверх, вот она как раз у нее есть возможность их засекать и перехватывать. Ну, и так что, если говорить об элементах ПРО, то да, мы начинаем получать современные противоракетные системы, которые будут постепенно наполнять нашу систему противовоздушной обороны. Ну, а полном закрытии неба, да, то, о чем мы говорили в самом начале, или полномасштабное небо, не идет? Нет, 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 смотрите, 40 километров дальность, это значит в радиусе 80 она закроет, да. Допустим, один крупный город, да, она может закрыть, если там поставить 2-3 батареи. Но в масштабах страны нам надо сотни таких систем, вот в чем вопрос. Или надо тогда договариваться с партнерами о поставке нам систем дальнего радиуса действия, типа ШАД, типа Патриот, ИРИС тот же можно, но опять же их нужны десятки для того, чтобы создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны в стране. Я думаю, это, наверное, станет заданием номер один по окончании войны. Мы наконец-то поймем, что надо сначала построить оборону, а потом уже все остальное.